Добрый день. Предлагаю доклад на тему волновая энтропия живого процесса. Я хочу вам сказать одну, наверное, всем общеизвестную истину, что для того, чтобы заниматься какими-либо частностями, необходимо знать, по крайней мере, хотя бы в общих таких картинках, общую картину мироздания. Существующая картина мироздания в виде большого взрыва и дальше всё просчитанное по секундам, долям секундам, оно в конечном итоге не даёт никакого представления о тех реальных событиях, которые происходят в космосе. Поэтому я уже 31 год занимаюсь исследованием живых процессов и в конечном итоге пришёл к выводу, что во Вселенной существует единый закон устойчивого развития жизни. А процессом, самым устойчивым, являются колебательные процессы. Невозможно усомниться. Великая машина человечества создана, чтобы действовать, и она должна действовать, производя изобилие духа. Если она не функционирует, или точнее, если она производит только материю, то значит, она работает на обратном ходу. Так говорил Тайярда Шарден в своём знаменитом труде «Феномен человека». Энергоинформационной основой для размышления об волновой энтропии является тот факт, что все вещественные тела в космосе и излучение имеют единую электромагнитную природу. И хочу сказать, что для того, чтобы реально представлять весь ход процессов, идущий в космосе, я исхожу из того, что всё нужное просто, а всё сложное не нужно. Носителями магнитной, когда мы говорим с вами о каких-то колебательных процессах, то надо всегда иметь в виду не просто превращение одного вида энергии магнитной в электрическую, электрическую в магнитную, а иметь в виду, что существуют носители магнитной энергии, которые по ходу колебательного процесса управляют ростом и развитием носителей электрической энергии, которые по ходу своей жизни и развития в итоге превращаются снова в носители магнитной энергии. Короче говоря, всё сводится к тому, чтобы во Вселенной существовал разум. Но разум, поскольку во Вселенной существует единый процесс, так называемый воспроизводство генетической памяти. Генетическая память долго существовать в нерабочем состоянии не может, поэтому требуется постоянное воспроизводство генетической памяти, и весь процесс в космосе, живой процесс, как раз и имеет в своей основе воспроизводство генетической памяти центра Вселенной. Так вот, носители магнитной энергии хранят память в виде направленного потока носителя электрической энергии в замкнутом контуре колебаний элемента памяти, который почему-то называют гравитоном. Хотя, в принципе, это как раз и является частицей памяти. Носителями информации являются электрические заряды и электрические поля, а хранителями информации являются носители магнитной энергии. Все вещественные тела и все события в космосе являются колебательными системами и процессами, в которых ритмично, с частотой собственных незатухающих колебаний, носители магнитной энергии управляют процессом роста и развития носителей электрической энергии. И организованные течения носителей электрической энергии по спиральной траектории формируют носители магнитной энергии или элементы памяти, которые все имеют спиральную форму. Вот уже более ста лет понятие роста энтропии связывалось и связывается поныне исключительно с представлением разрушения, с хаосом, с тепловой смертью Вселенной. Идея изолированных систем и поведения идеального газа в виде миллиардных шаров, соударяющих друг другом, было перенесено на всю Вселенную. Ошибочную роль роста энтропии стали использовать в экономической и социальной сфере в ущерб эволюции жизни. Согласно молекулярно-кинетической теории тепла, макроскопическая тепловая энергия представляет собой среднюю энергию механического движения молекулу атомов. Общее тепловое поле, как некая сплошность, представляется состоящей из множества дискретностей, мерой которых по этой теории является энтропия. Молекулярно-кинетическая теория не учитывает главного энергоинформационного взаимодействия. Кроме того, в природе нет изолированных систем, а выводы по таким изолированным системам распространены на все живые системы. Сколько нет исследователей, которые занимаются подсчетом энтропии в каких-либо процессах, они без всякого внимания на то, является ли система изолированной или неизолированной, как только получают рост энтропии, говорят, что растет хаос. Сохранение жизни во Вселенной, а не ее тепловая смерть – вот главная идея волновой энтропии и общая задача всех колебательных систем. Существует прогрессивная электрокинетическая теория тепла. В настоящее время продолжается попытка развивать новую, так называемую, электрокинетическую теорию тепла, которая основана на электромагнитном взаимодействии между элементарными зарядами электрической энергии. Эта теория определяет понятие количества тепла как часть электромагнитной энергии, переходящей из волнового пространства в среды внутрь каждого колеблющегося тела, и как часть электромагнитной энергии, переходящей от одного тела к другому при взаимодействии. Исходя из этой теории, между процессами теплопроводности и теплоотдачи в сравнении с электропроводностью и электромагнитным взаимодействием не существует принципиального различия. Всякое тепло – это прежде всего конкретный электромагнитный диапазон излучений, инфракрасная часть электромагнитных излучений. Вот с этой позиции теплопередачи – это, естественно, обмену электромагнитной энергией. И если каждому атому в одном моле вещества, одна грамм молекула, сообщить всего один электрон в вольт энергии, то в тепловых единицах это будет соответствовать 23 050 калорий тепла. Энтропия электрокинетической теории тепла показывает, что в электрокинетической теории понятие энтропии обретает конкретный физический смысл. которого нет в термодинамике. Поскольку внутри всякой формы материи существуют колебательные процессы, и все внешние электромагнитные поля являются колеблющимися системами, то энтропия электрокинетической теории тепла принимает волновые свойства. Она становится волновой функцией в энергоинформационном взаимодействии. Если энтропия как мера хаоса и неопределенности по Клаусу и Больцману привела к успешному решению проблем в теплотехнике, то в космогоническом представлении она привела к ошибочному представлению о тепловой смерти Вселенной. Электрокинетическая теория тепла, основанная на электромагнетизме, раскрывает мир живых процессов, говорит о генетическом единстве мира и способствует представлению о живой Вселенной, о магнитных ритмах, которые управляют электрическими циклами в процессе роста и развития космических тел. На протяжении вот уже 150 лет происходит постепенное уточнение понятия энтропии. Подавляющее большинство студентов практически всегда с недоверием или боятся, чтобы только не попалась энтропия в экзаменационном билете. Многие исследователи даже высокого ранга, с которыми я общался, будучи сами теплотехниками и прочее, говорят, что они практически-то не понимают саму суть энтропии. Уравнение есть, подсчитывают конкретно величины энтропии. А в чём суть энтропии при тепловых процессах? Практически рисуются графики разного рода эпюра. Но понимание энтропии всё сводится к одной только фразе. Если Больсман заложил, что с ростом энтропии растёт хаос, то от этой фразы никто не отходит. В 1948 году 32-летний инженер-связист Клод Шенон опубликовал статью «Математическая теория связи», с которой началось победное шествие вероятностной формулы энтропии Больсмана. Шенон использовал её для измерения информации. Так из термодинамики формула, подчёркиваю, только формула энтропии, перекочевала в теории информации и надёжно там закрепилась как средство для определения обученности системы. Теперь понятие «сообщение» стало средством увеличения знания, подобно тому, как парциальное поступление тепла служит нагреву тела для совершения полезной работы. Энтропия по второму закону термодинамики могла принимать значение, равное нулю, и способность её к росту, и смысл нарастания хаоса, поскольку система считалась теплоизорированной от внешней среды. Энтропия по Шенону, наоборот, показывала рост информационной насыщенности системы, хотя формула одна и та же. Так Шенон, это рост информационной насыщенности системы, говорила Шенон, как раз противоречила росту хаоса по второму закону термодинамики. Так Шенон введением теории информации автоматически отодвинул тепловую смерть Вселенной, хотя, в общем-то, об этом мало кто и говорит. Шридингер в своей книге «Взгляд в что такое жизнь с точки зрения физики» попытался дать смысл живому процессу. Шридингер, видя, что в природе всё развивается так, что энтропия тел растёт, увеличивается положительная энтропия, вводит отрицательное значение энтропии или нег-энтропии, то есть нег-негативная энтропия, потребляя которую из внешней среды, тело превращает её в положительную энтропию. Люди стали искать способ, как же избежать видимого роста энтропии, видимого роста организованности и порядка приростей энтропии, поэтому введено было понятие «не энтропия», а вообще-то нужно вообще отказаться от одной только фразы, что рост энтропии ведёт к хаосу. Рост энтропии в реальных живых системах во всём мире, во всей Вселенной, во всех космических телах ведёт только к организованности и порядку. И больше никакого хаоса там нигде нет. Но дело в том, что именно эту энтропию ввели в социальную общность людей и тем самым стали называть это явление оранжевых революций управляемым хаосом. Стали вводить, искусственно создавать хаос и всё сводить на положение энтропии. Социологи стали использовать этот коэффициент энтропии, подсчитывая всевозможные ситуации в социальном обществе, и говорят, что энтропия растёт, значит, будет хаос. Значит, нужна революция, нужна война. Вот как только из-за одной фразы, неправильно произнесённой и, а главное, неправильно понятой, в мире развиваются вот такие процессы. Идея волновой энтропии основана на том, что она имеет три значения – нулевое, положительное и отрицательное. И три параметра размера кванта или порции. Есть чем черпать информацию, условно черпать я называю, есть чем измерять в абстрактном виде математики. И всё это вместе и есть волновая энтропия живой Вселенной. Суть живого процесса сводится к элементарно простому явлению. Все мы живём в электромагнитных полях. Если мы живём в электромагнитных полях, все планеты, Солнце, Галактики, все живут в электромагнитных полях, то они должны уметь взаимодействовать с этими полями. А чтобы уметь взаимодействовать с электромагнитными полями, все тела должны иметь одну универсальную форму, независимую от информационного содержания в этих полях. И этой универсальной формой является всем известный диполь. Диполь электрический и диполь магнитный. В совокупности диполь электрический плюс магнитный составляют квадруболь. Так вот, все тела, которые существуют в окружающем мире, все тела абсолютно построены по одному и тому же плану квадруполя. А что такое квадруполь? Это значит, каждая частица имеет магнитный элемент, а он является элементом памяти. И электрический элемент, или чувствительную оболочку, которая работает исключительно с напряжённостью магнитного поля в окружающей среде. Таким образом, напряжённость магнитного поля, которая оказывается вблизи любой биологической сущности или любого атома, она вызывает возбуждение электронной оболочки. Вот сейчас был доклад предыдущий, или говорилось о шести видах взаимодействия. Сколько бы ни было вида взаимодействия, изначальным взаимодействием является электромагнитное. Иначе не получится ни одного последующего взаимодействия, потому что все последующие взаимодействия в результат предыдущего, а изначальное взаимодействие является электромагнитное. То есть волна магнитного напряжения возбуждает электрическую оболочку электрона, И тем самым напряжение магнитное превращается в поток электрических зарядов, тем самым эта структура работает в режиме последовательного колебательного контура. Вот этот процесс и есть энтропия. То есть энтропия выражает собой процесс превращения электромагнитной волны в электрические заряды, которые передаются далее в параллельный колебательный контур или структуру памяти, которая работает на принципе резонанса токов. Что это значит? Это значит, что в структуре памяти циркулируют токи, постоянно замкнутые. В результате сохраняется магнитный момент и сохраняется память. Так вот, о памяти почему-то все забыли. Называют её то гравитоном, то ещё каким-то другим элементом. А вообще её даже чаще всего просто не упоминают. А когда не упоминают память и структуру памяти, то, естественно, никаких выводов положительных о том, как устроена Вселенная, какое будущее у человечества и как развиваться этому человечеству, тоже не будет. Надо иметь в виду, что всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий. При этом формируется новая структура памяти, куда предыдущая входит в основной части и не видоизменяется. Поэтому надо знать память предков, надо знать память социалистической жизни в России, а не ломать и не отвергать опыт предыдущих действий. Как только отвергается опыт предыдущих действий, образуется хаос. Невозможно сделать ни один шаг, если нет памяти или опыта предыдущих действий. Есть опыт, можно творить. Нет опыта, надо его нарабатывать. Любая волна, независимо от её природы, акустическая, электромагнитная или волна Дебройле, характеризуется некоторой волновой функцией, например, плотностью и давлением в акустической волне, вектором электрическим и магнитного поля в электромагнитной волне. И это является функцией, значения которой различны в точках с разными координатами пространства и изменяются с течением времени с частотой собственных колебаний. Волновая функция обозначается буквой Пси. Если функция двух переменных, например, координат пространства и времени, напряжённости электрического поля и так далее. Ну, вы почти все знаете, в чём суть этой волновой функции. Для примера, локализация Пси-функции или волновой функции в пространстве может быть различной. Например, простейшая монохроматическая электромагнитная волна, распространяющаяся вдоль одного направления, вдоль оси Х времени, описывается во времени Т-волновой функции в Си есть А на синус 2Пи, скорость на время, минус Х зелёный на лямбда, и так далее. То есть волновая энтропия – это не только математический способ или метод представления процесса получения из однородных дискретностей, однородной непрерывности с качеством совершенства сущности. Волновая энтропия – это показатель технологического процесса, описывающий целесообразное взаимодействие вещества с электромагнитными полями и излучениями в процессе роста и развития формы вещества. Приравняв значение энтропии по формуле Больцмана к формуле волновой энтропии, формуле волновой функции энтропии, можно вычислять процесс роста и развития в зависимости от параметров волны, напряжённости магнитного поля. И формула у вас здесь приведена. В чём суть современной проблемы энтропии? Главная проблема современного толкования энтропии связана с непониманием, как живая система сама выходит из кризиса. С одной стороны, видно, что молекулярное множество представляет некое подобие бровновского движения, неорганизованности и хаоса. Закон энтропии утверждает, что всякому молекулярному множеству свойственна положительная энтропия, больше нуля, и её рост, и связанный с ним хаос. С другой стороны, существует закон тождества или равенства при взаимодействии, а именно происходит точная копия ДНК. При репликации люди точно рождаются людьми, а не другими видами живых существ. Электрические заряды формируются точно по закону носителей магнитной энергии. То есть это закон тождества. То есть если есть человек, то родится человек. Если есть комар, то родится комар и ничто другое. Вот этот закон тождества определяется воспроизводством генетической памяти в точной копии. Существует тождество мышления и действий согласно мышлению. То есть о чём мыслим, то и делаем. Делать можно только в том случае, если есть процесс мышления. А мышление основано на знании, то есть на том, что содержится в своей памяти. Так вот, существует тождество мышления и действий согласно мышлению. Мысль Творца, как носителя магнитной энергии, воплощается в творимое произведение. Закон тождества – это стопроцентная точность воспроизводства или стопроцентный коэффициент полезного действия, полезной работы. Мир Вселенной – это мир колебательных систем. Общей задачей всех живых колебательных систем является необходимость согранить ритм собственных незатухающих колебаний. Все живые процессы связаны с превращением внешних магнитных напряжений в электрические токи той же самой частоты. На сегодняшний день существует четыре формы и три значения энтропии в теплотехнике. Под четырьмя формами энтропии понимают энтропию молекулярного множества, неопределенность состояния любой системы, неопределенность поведения самой системы, неопределенность возникновения в живых организмах и их функции. Ну, сами вдумайтесь, четыре формы энтропии и четыре формы неопределенности. Что можно сказать о том, существует ли определенное мнение у нашей руководящей научной элиты в понимании, а что же делать-то? Все права отданы на волю случая, и потому до сих пор такое положение дел с энтропией недоволитаряет многих исследователей. Неопределенность, она и есть неопределенность. А людям хочется знать вполне определенное понятие живого процесса. Зачем живем на планете? Ведь не просто же так мы здесь поселились и просто так существуем, чтобы вечно существовать или долго жить, да еще в благоприятных условиях. А природа преподносит сюрпризы, подобные тем, которые сейчас происходят. Вот буквально два дня назад на Солнце произошли две мощные вспышки. Эти две мощные вспышки отразились в магнитном поле Земли в виде двух магнитных бурь. И два дня вот этих многие, чувствительные к магнитным изменениям, чувствуют изменения в своем сердцебиении и физиологии. Так ведь надо же понимать, почему это происходит. Не просто статистически собирать данные, какие пятна активности на Солнце вызывают, сколько и каких магнитных бурь, или сколько и каких стихий возникло на Земле, и сколько погибло людей, сколько потеряли экономических всяких благ. Надо же понимать, а в чем суть. Почему вдруг вспышка на Солнце сказывается на том, что у человека начинает болеть сердце, или у него болит голова и так далее. Так вот, в этом и главная суть состоит в том, что Земля является автоколебательной электромагнитной системой. Ее ионосфера, два радиационных пояса и магнитосфера, это чувствительная оболочка Земли. Она взаимодействует с солнечным ветром, который получается от взрыва протуберанца, формирующийся вспышками на Солнце. В результате этого и возбуждается сама Земля. А теперь понимаете, когда существуют проразогреванные стенды и ионосферы, когда с Земли эта же магнитосфера возбуждается искусственно, техническим путем, то по произволу каждого, кто сидит за кнопкой управления этих ионосферных станций, можно вызвать землетрясения, и они вызываются. Можно вызвать инфразвуки, которые существуют и нервируют многих людей, в частности, год назад было в Ростове. Люди непонятно слышат гул неба. И вот этот гул – это инфразвуковой инфразвук, который вызывается именно этим же способом. Поэтому непростое дело понять энтропию. Энтропия – это технологический процесс. Хотя на сегодняшний день все, кто занимается теплотехникой и прочее, говорят, энтропия смысла физического не имеет. Но это в теплотехнике. При электромагнитном взаимодействии энтропия имеет вполне конкретный физический смысл. Она показывает процесс превращения напряжения магнитных в электрические заряды в структурах памяти. Тем самым растет разум человека. Я просто остановлюсь на пару слов скажу. Поэтому, поскольку все формы материи имеют единый план строения, то нужно запомнить, каждая форма материи является мерой информационного содержания в электромагнитном поле или в той среде, в которой она живет. Отсюда и возникают все разнообразия видов живых существ. Жизнь – это вечный движитель колебательного процесса жизни Вселенной. А волновая энтропия служит технологическим приемом реализации законов сохранения жизни. Спасибо за внимание.